20 побед и 4 поражения. Таков итог первого этапа регулярного сезона Суперлиги 2 для Магнитогорского Динамо. Заключительные матчи предварительного раунда баскетболисты-магнитки провели дома против Тобольского нефтехимика. И несмотря на то, что заранее обеспечили себе лидерство в группе, одержали две победы. Почему даже такой результат не повод для расслабления, расскажет наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. Концовка первого этапа получилась для Динамо слишком плотной. Команде пришлось играть два лишних матча в Туле против Арсенала, который решением спортивного арбитража в Лозанне вернулся в сезон. Дополнительная нагрузка не могла не сказаться. В первом матче с нефтехимиком хозяева не без труда держались на равных с соперником и лишь в концовке сумели обеспечить себе победу. 70-63. Почти половину очков у магнитогорцев на двоих заработали Александр Матвеев и Станислав Сарафанкин. Может немножко утомились, но не настолько, чтобы такую плохую игру показывать. Тренер-максималист Борис Ливанов был строг к своим подопечным и по ходу второго матча, на старте которого магнитогорцы уступали 4-12. Но затем дело пошло веселее. К исходу стартовой четверти отставание хозяев было минимальным 13-14. А к большому перерыву они и вовсе сумели обеспечить себе вполне приличный по такой игре отрыв 42-32. И это при том, что с турнирной точки зрения эта встреча для «Динамо» уже ничего не решала. Я полагаю, что эти мысли могут посещать игроков вне площадки. Но когда ты выходишь на площадку, ты думаешь о том, что на тебя пришли посмотреть зрители, они хотят видеть борьбу, максимальную самоотдачу. Я очень благодарен, что на нас входят болельщики. Раз зритель пришел на эту игру, которая с вашей точки зрения ничего не значит, значит он должен получить качество. Надо об этом думать на площадке, а не о турнирной таблице. На старте третьей четверти гости вплотную приблизились к магнитогорцам. Но затем хозяевам удался впечатляющий рывок. И перед заключительной десятиминуткой исход встречи практически перестал вызывать сомнения. 70-51. Снова блеснул результативностью Александр Матвеев, набравший 16 очков. 15 заработал Александр Каленов, который 4 раза точно попал издалека. 14 баллов и 3 дальних попадания у Александра Галяхова. Увы, в этот вечер «Динамо» недосчиталось не только травмированных Никиты Клюндикова и Никиты Иванова, но и приболевшего Вадима Балякина. Когда вы работаете в спорте, тем более в контактном спорте, травмы, к сожалению, они сопровождают всю карьеру. Наша задача сейчас, с одной стороны, максимально быстро дать ребятам восстановиться после всех этих болячек. А с другой стороны, подготовить тот состав, который сейчас боеспособен и готов выйти на площадку. Итог встречи 85-67. Первый этап регулярного сезона завершен. На втором магнитогорцам предстоит сыграть по 4 матча с тройкой лидеров противоположной группы, в которую вошли Чебоксарские ястребы, БК Тамбов и Иркут. Эту стадию «Динамо» начнет двумя поединками в Иркутске. Я знаю несколько игроков Иркутска, и все. То есть на сегодняшний день я не задавался этим вопросом. У нас есть время для того, чтобы подготовиться к первому матчу. И так мы будем, конечно, подробно скаутировать каждого следующего соперника. Пара Зайцев, Виктор Исаев, телекомпания ТВИН.